Жестких санкций не будет? Выкупаем просадку на российском рынке акций? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Напомню, что на канале мы стараемся отвечать на ваши наиболее популярные запросы из комментариев. И в комментариях к позапрошлому видео, самым популярным комментарием, был запрос, собравший 15 лайков с текстом. Хотелось бы услышать, что вы посоветуете прикупить на российском рынке на просадке. Традиционно благодарю всех, кто пишет комментарии с пожеланиями по темам будущих видео. Они и видео помогают продвигать, и темы нам дают для обсуждения. Вот этот вопрос, чтобы прикупить на просадке, я решил разбить на две части. Часть вторая, понятно, это что конкретно купить. И в ближайших видео на этой неделе мы, как минимум, парочку акций планируем разобрать, которые я либо уже купил, либо планирую в портфель приобрести. Но здесь есть еще и первая часть вопроса, а почему вообще мы считаем, что сейчас на российском рынке интересное время для покупки. Да, российский рынок акций от максимумов октября упал чуть больше, чем на 10%. Тут было почти 4.300 по индексу Мосбира, сейчас мы видим 3.813. Однако, если посмотреть динамику российского рынка за последний год, то с прошлой осени он вырос сначала примерно процентов на 40%, а затем на 10% упал. Все равно мы сейчас там на 30 с лишним процентов дороже, да, российские акции, чем были, ну, например, в ноябре 2020 года. Возникает вопрос, а точно ли сейчас интересный момент для покупки? Потому что вот по графику такому долгосрочному, ну, это не совсем очевидно, и может возникнуть вопрос, а не упадем ли мы еще ниже, как, например, падали в 2020 году, да вот, например, в 2017 падали не просто там месяц, как сейчас, а падали полгода подряд. Итак, почему я считаю, что сейчас интересное время, чтобы закупиться российскими акциями? Обсудим в этом видео, а потом в следующих обсудим, какие конкретно бумаги. Дело в том, что текущая просадка на российском рынке акций – это просадка политическая. Да, можно сказать, что упала нефть за последний месяц, и действительно нефть была там 85, сейчас она 75. Американский рынок акций в моменте тоже корректировался на 5%, но если посмотреть на время, когда это произошло, то самые большие красные свечки на российском рынке были 19 и 22 ноября, а нефть в то время, там 19-22, была 80 плюс долларов, а упала она только 26-го. То есть, сначала сильно упал российский рынок акций, и вот, например, 23 ноября он был там 3,800 и даже ниже, а затем уже нефть упала, американский рынок немного упал. То есть, в общем-то, что-то другое было причиной. Что? Это, конечно, дела политические. И слухи о том, что якобы американская разведка говорит, что якобы Россия сосредоточила на границе большое количество военнослужащих, которые могут вторгнуться на территорию Украины в начале следующего года. Ну, то есть, по сути, да, зимой. Вот это, которое уже сейчас наступило. И вот именно на этом рынок российский довольно сильно упал. Здесь важно посмотреть на числа, то есть, что преподается в качестве слухов. Мы видим число 175 тысяч военнослужащих. И вот здесь очень важно понять, что это очень большое число. Что я имею в виду? В России, если посмотреть на количество военнослужащих, то всего по призыву 225 тысяч, контрактников 400 тысяч. Это число по призывникам и контрактникам на всю Россию. Представьте, что такое 175 тысяч. Да, это там каждый четвертый. Ну, соответственно, есть гипотеза, что если бы, условно, каждый четвертый военнослужащий в России готовился бы куда-то в соседние страны вторгнуться, ну, об этом информация как-то утекла бы не в какой-то американской разведке, а где-то внутри России. Ну, как-никак, ну, это слишком большое число, чтобы можно было его как-то скрыть. Еще один важный момент. Дело в том, что буквально на днях были переговоры глав России и США. И если посмотреть на эти переговоры, то на них прямо каких-то, так сказать, жестких вещей особо не было. Да, конечно, там в СМИ пишут, что особо каких-то, так сказать, важных заявлений сделано не было. То есть имеется в виду каких-то вот, которые сильно меняют расклад. Заявления были после встречи, но каких-то несущих много новой информации особо не было. И вроде как не говорилось там о каких-то, так сказать, конкретных там или боевых действиях или чем-то еще. И вот теперь еще один момент. Почему на этом фоне российский рынок акций не отскочил наверх, а продолжил падать? При этом отметим, кстати, что российский рынок пытался отскочить наверх. Видите, здесь были попытки там до 8 декабря, например, были мы выше чем 3 900 по индексу Мосбиржи, а потом снова во второй половине дня, может быть, когда проснулись американские инвесторы, мы снова вот так вот укатились вниз. Дело в том, что освещение событий было довольно разным в разных СМИ. Вот давайте с вами посмотрим, да, вот обзор зарубежных СМИ на Коммерсанте. Есть такая вот рубрика и выходит довольно интересная. И вот если посмотреть, что пишут в американских СМИ, то там пишут, что существенного прогресса в решении кризиса на границе не было, а судьба Украины висит на волоске. То есть, обратите внимание, они говорят, что судьба Украины как страны висит на волоске. То есть, понятно, что как бы это косвенно подразумевает, что там есть какие-то гигантские шансы, что Россия куда-то вторгнется и все вот это вот начнется. Вот, при этом, да, ну в реальности я бы не сказал, что здесь шансы какие-то высокие. Более того, сейчас они стали еще ниже, да, прям совсем низкими, на мой взгляд, это крайне маловероятно. Почему? Потому что сейчас прошли переговоры и в том числе есть информация, какие санкции могут ввести против России, если вдруг что-то нехорошее все-таки произойдет. И, в частности, по санкциям, если посмотреть, это санкции против и российских компаний, и в том числе санкции, связанные с отключением России от SWIFT. Дело в том, что вот эта мера как таковая ударит, ну, собственно, да, условно, либо по всем, либо почти по всем и людям, и компаниям, и более-менее богатым людям, чего, конечно, допустить крайне не хотят. То есть, обратите внимание, что если вдруг там действительно что-то такое, так сказать, произойдет, планируется, то, во-первых, туда будет вовлечено большое количество российских военнослужащих, да, то есть 175 тысяч, это довольно много, но мы с вами уже это обсуждали. Вот, плюс, да, отключение от SWIFT, это сразу вопрос, там, условно, у всех россиян, кто держит какие-то зарубежные активы где-то, там, зарубежные брокерские счета, зарубежные компании, еще куча всего. А мы знаем, что там, например, у миллиардеров, там, большая часть активов, наоборот, где-то за рубежом или через зарубежные компании хранится, им принадлежит. Да, возникнет вопрос, как получить доступ к этим активам. То есть, понятно, что гигантское количество более-менее стоятельных людей будут сразу против такого рода мер, ну, или против того, что потенциально к ним может привести. То есть, собственно, как вот тоже пишут в СМИ, сейчас очень сильно повысились ставки, да, и, собственно, дали понять, что если вдруг что-то такое нехорошее страны России будет в военном плане относительно соседних государств, то, конечно, тогда санкции будут такие, которые там по экономике очень сильно ударят, ну, и в том числе это будут намного более больные санкции, чем были даже в 2014 году. Соответственно, с такими, так сказать, возможными последствиями, есть гипотеза, что сейчас переговоры будут идти, то есть будут и переговоры, а не какие-то действия в соседних странах, да, и эти переговоры просто будут использоваться как такой вот механизм, ну, условно, так сказать, да, игры мышцами, мускулами, да, то, как, да, чем пригрозит или что скажет, в том числе уже есть информация, что дальше будет еще, соответственно, одно там заседание или встреча, да, у России тоже понятно, какие есть цели, чего Россия добивается, переговорами, да, чтобы там НАТО не продвигалось на восток, и, может быть, как раз Россия хочет этих переговоров, добиться каких-то гарантий, что НАТО не будет продвигаться на восток, и, собственно, все, и, как говорится, не более того, а это там всего лишь какие-то там слухи. Вот, конечно, есть, ну, то есть всегда есть риски, что что-то пройдет не по плану, и что вдруг там, да, я ошибаюсь, на самом деле там 175 тысяч, как американская разведка говорит, что-то будут делать. Вот, но в этом случае дело в том, что нарисовываются такие, так сказать, негативные последствия, неприятные, что, я думаю, мы с вами уж, если что, перевернуться в шорт успеем, и, как говорится, зашортить на котлету российский рынок мы успеем, потому что там он будет, видимо, падать очень долго, очень сильно, и можно будет, даже если закупиться сейчас, все начнет падать, зафиксировать быстренько потери, перевернуться в шорт. На шорте можно будет, я думаю, кратно отбить все потери, которые наступят вот на таком обвале. Нужно просто будет руку держать на пульсе. Пока что основной сценарий, на мой взгляд, для российского рынка акций, это отскок наверх, вот после этого снижения падения, более чем на 10%, на мой взгляд, вполне себе достаточно, и пора отскакивать. Конечно, есть еще риски, что там американский рынок сейчас начнет сильнее падать, и там по-российскому это временно ударит, но в целом, на мой взгляд, среднесрочные перспективы на несколько ближайших месяцев российского рынка акций вполне хорошие. Есть несколько интересных историй, в которые можно выложить деньги. Собственно, да, здесь вот вторая часть вопроса про них, мы с вами в последующих видео про это поговорим. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Лайк, подписывайтесь, комментарии, колокольчик всячески приветствуются. В комментариях пишите пожелания по темам будущих видео. Желаю вам успешных инвестиций. Субтитры сделал DimaTorzok